Привет, как дела? Сегодня я расскажу о кроликах, которые жили в моей третьей английской семье, где я была няней у двух тинейджеров. Когда я пришла к ним в дом, у них был всего лишь один кролик, это была девочка, ее звали Брауни. Она была уже достаточно старенькая, ей было уже 8 лет. Папа купил своей дочке, потому что она очень просила кролика, и она в этом зайцы души не чаяла. Я, кстати, их зайцами звала, так-то они кролики. И все время девочка говорила «Банни, Банни», а я говорила «Раббит, Раббит». К зайцам, если честно, я отношусь так себе. У меня когда-то в детстве в деревне у бабушки была куча кроликов. Ну, сами знаете, кролики очень быстро размножаются. И я ходила в детстве, помню, их постоянно им траву рвала и кидала. Девочка же очень любила своего кролика, постоянно брала его домой, в дом. Сам кролик жил в саду, в который был выход как раз вот из комнаты девочки. Она слезно обещала папе, что будет кормить, ухаживать, убирать за этим кроликом. И папа вот ей купил. И вот на тот момент, когда я пришла, этот кролик жил, и они решили взять еще одного кролика. Девочка почему-то любила называть их именами орехов. И так вот я узнавала новые имена. Сначала у нас появилась Хейзл. Хейзл в переводе с английского «фундук». И вот старенькая Брауни с молоденькой Хейзл очень не дружили. Потому что зайцы, в принципе, метят свою территорию и охраняют ее от других братьев-кроликов. А может быть, потому что это был мальчик, а не девочка. В общем, я запуталась капитально. В итоге у нас получилось так, что ее пришлось усыпить. В связи с тем, что в ее желудок попали личинки-мухи. И они там начали развиваться, размножаться. И, в общем, девочку пришлось усыпить. И они решили взять второго кролика, чтобы они сразу два молодых кролика вместе задружили и вместе играли. Потому что одному кролику, вот Брауни, ей было скучно одной в саду просто так играть. То она мячик гоняла, то просто прыгала по всем лестницам. У них там еще была ступенька на верхнюю часть патио, это считается в Англии. То есть небольшой такой тоже закуточек, где они могли летом сидеть. Там был столик, как бы веранда такая. И вот она постоянно туда прыгала, и новые зайцы туда прыгали. Иногда я с кухни их подкармливала, и просто мы общались. Брауни, допустим, очень любила запрыгивать на стол и смотреть, что я там на кухне делаю. Там было окно из кухни, как раз с выходом на патио. Вот. И вот так мы с Брауни общались. То есть, в принципе, эти зайцы не такие, так скажем, ручные, как собаки или кошки. Но все равно они что-то допонимают. Но у них нет звукового какого-то общения. Ни мялу, ни гав не могут сказать. Поэтому просто тихо смотрят, наблюдают за тобой. Но так, в принципе, мы с девочкой старались Брауни развлекать. Бегали с ней там тоже, прыгали. Я приносила какую-то травку, пока с собаками гуляла, что-то там рвала. И приносила ей. Но вот, к сожалению, она умерла. И они взяли второго кролика, которого девочка назвала Чеснат. Чеснат – это каштан. То есть у нас был фундук и каштан теперь. Вот любят англичане называть своих домашних питомцев. Вот у меня собаки тоже были. Арахис, пинат, пепа, перчик и кока, коконат. Тоже одни орехи у меня. Арахис, коконат и пепа. Но пепа у нас отдельная история. Это мой любимый перчик. Ну, о собаках я уже рассказывала. Кто не смотрел эти ролики, смотрите здесь. Ну, а сегодня про зайцев. В итоге эти каштаны и фундук оказались мальчик и девочка. Они брали всех девочек. Но оказались мальчик и девочка. И у нас быстро стало нарастать прибавление. Сначала у нас появилось три кролика. Потом папа решил кастрировать мальчика. И вот папа не успел кастрировать этого мальчика. Как у нас пришло еще пять кроликов. Первых трех кроликов они продали по 10 фунтов, правда. Но все равно, как бы, сбагрили людям. Кстати, у нас была история с одним из этих трех кроликов. Я о ней вам отдельно расскажу. Потому что это смех сквозь слезы называется. В общем, кролику нечаянно оторвали хвостик. Но это отдельная история. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить ее. А вот последние пять кроликов у нас все погибли. То ли от холода, то ли лиса их съела. В общем, какие-то падали из клетки. У них там специально такая оборудованная клетка была двухэтажная. С лестницей внутри. То есть, они снизу могли ходить в туалет. А наверху у них было сено. И они там спали. Вот. То есть, кролики жили на улице. В специальной клетке. Ну, конечно, за кроликами больше всего ухаживал папа. Хоть дочка и обещала следить за ними. Убирать их отходы, конечно же, никому не хочется. Поэтому это всегда делают родители. То есть, если родители покупают умоляющему купить ребенку животное, то будьте готовы к тому, что выгуливать, кормить и убирать за ними придется именно вам. Но, тем не менее, девочка, конечно, охотно помогала. Тоже папа, если скажет, иди убери за кроликами, она идет и убирает. Ну, а так она очень любила кадл их. То есть, обниматься. Кадл это называется. И постоянно, часто приносила в дом в специальном тазике, где они могли сходить в туалет. И постоянно их гладила, смотрела с ними телевизор. У меня в комнате часто сидела. В общем, что такое кролики, я узнала на собственном опыте. Мне, конечно, тоже приходилось за ними ухаживать. Особенно, когда семья уезжала куда-то путешествовать. Чаще всего они отвозили кроликов своей тете за город куда-то, у которой тоже были свои кролики. Но, по большому счету, они оттуда не возвращались. То ли они убегали, то ли они умирали у нее. А вот, когда со мной оставляли, ну, со мной не оставляли только потому, что я могла куда-то уехать. Но, если я точно и четко говорила, что я в эти выходные или в эту неделю могу ухаживать за кроликами, могу следить за ними. Хотя тоже там были какие-то нестыковки у меня с собаками. Что приходилось даже брать собак домой, в мою семью с кроликами. Я им даже из окошечка показывала. Они там все такие, ааа, дичь, дичь. В общем, пытались, особенно Пеппа пытался открыть дверь. Ну, в общем, познакомила собак с кроликами. Конечно, не пускала их на балкон и следила за тем, чтобы никто никого не погрыз. Но, суть не в этом. У меня кролики, конечно, выживали. Я их кормила, убирала за ними и ухаживала. А также, вот тоже, пока мы с собаками гулялись, рвала траву. Или, допустим, я когда ходила выгуливать собак, папа часто просил меня купить кейл. Кейл – это какой-то салат, ну, из твердых каких-то листьев. Я не знаю, его люди едят. Ну, честно говоря, я не знаю, что это за салат, но кролики его просто обожали. Так как папа всегда закупал продукты в Сейнсбурге, вот у англичан какая-то странная такая штука, они выбирают в своей жизни только один магазин, и они только в него и ходят. Но он проснал, что в Теско есть большой пакет за 2 фунта, а в Сейнсбурге был маленький за 2,50. И он меня постоянно, ну, по мере возможности просил купить этот кейл. И я вот по дороге, по пути к собакам, точнее, когда шла уже обратно, с прогулки покупала кроликам этот кейл. Кроме того, они у нас удивительно, но ели виноград. То есть мы когда сидели на патио летом и ели виноград, допустим, Хейзл запрыгивала ко мне на ручки и выпрашивала. Я ей дала, она реально ела виноград. Ну, не знаю, может быть, это не очень полезно для кроликов. А также я в их саду, у них там был небольшой такой чан с лавровым, по-моему, деревом. Туда сажала какие-то семена, что у меня оставалось от огурцов, помидор, и у меня всходили. Вот в Англии всё, что никуда не ткни семечко, всё всходит. Это прямо удивительно. И у меня росла огромная, большая такая помидорище. Но на тот момент, когда помидорка, когда уже начала свистеть, я уехала куда-то за границу отдыхать. И я-то следила за этим, за всем, за своим хозяйством, за своими растениями, поливала, ограждала от кроликов, потому что эти всё на своём ходу сметают, абсолютно всю зелень они у них в саду съели. Но я как-то загораживала так, что они не смогли прыгнуть в этот горшок. Но когда приехала, помидорки уже не было, все мои заграждения сняты. В общем, помидорку в тот год я так и не дождалась. Но я уже говорила, кстати, немножко я собрала урожай картошки. Такой маленькой, правда. Хоть ботву они у меня съели, но картошка всё-таки вызрела. И одна порция варёной картошки у меня была, собственно, выращенная в Англии в цветочном горшке в саду. Была у нас ещё одна история очень печальная. Вот с последним роликом из пяти мы пытались его выходить. Он как-то упал с лестницы. Там идёт такая бетонная лестница, выход в сад из комнаты девочки. И, видимо, он с самой высоты как-то грохнулся. Ну, я не знаю, то ли он сломал себе что-то, то ли что. Но, в общем, он сидел никакой. Мы его стали выхаживать, поить, там, смотреть, что. Я его забрала к себе на ночь, ну, чтобы он не замёрз, потому что сажать его в клетку было страшно. В общем, к сожалению, с утром я проснулась, он уже умер. В общем, о смешном и о грустном по всём этом вспоминается сейчас с удовольствием, потому что даже несмотря на то, что я не люблю кроликов, я всё равно за ними ухаживала. И было приятно, что в доме есть хоть какие-то домашние животные. И детям было увлекательно и занимательно с ними играть. Ну, и потом, когда я уже уезжала в Россию, они завели ещё двух кроликов. Я уже не помню, как их зовут и что с ними случилось. Но, в итоге, у них постоянно живут по два кролика. Кстати, папа купил им уже новую какую-то клетку. В общем, там реально продолжается кроличья жизнь в этом доме. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова